Храм расположен в этом месте. Здесь у нас уже существующее ипархиальное управление. Храмы православные строятся как раз на восток по канонам. 35 метров традиционной древнерусской архитектуры возвышаются над Онежским озером. Такие были планы у церкви изначально. Но согласно требованиям к архитектурному облику города, пришлось сократить высоту храма до 12 метров. Главный вопрос, кто будет финансировать строительство. Ответственный за возведение храма всех карельских святых Константин Павлюченко уверяет, деньги налогоплательщиков использовать не собираются. Здесь только будет пожертвование людей, православных людей, заинтересованных лиц. Это ни в коем случае не государственные деньги будут. Что касается места строительства, долгое время земля возле управления Петрозаводской и Карельской епархии на Федосовой 10 входила в подворье святейшего патриарха Кирилла. В 2010 году она была передана в ведение местной церкви. Сейчас здесь располагаются хозяйственные постройки. Высота храма 12 метров будет, диаметр купола 11 метров. Это неотъемлемая часть епархиального управления. В школах есть столовая, спортзал или учебный класс. При епархиальном управлении должен быть храм. Пока все находится на стадии проектирования. Ни конкретных сумм, ни сроков не называют. По предварительным подсчетам новое строение будет вмещать до 200 прихожан. Для сравнения, крупнейший в России храм Христа Спасителя может принять до 10 тысяч человек. Как видно, храм всех карельских святых будет небольшим – всего 20 на 20 метров. По мнению церкви, здание храма не испортит облик Онежской набережной, а наоборот разнообразит его. Воплотятся ли планы инициаторов строительства, как это отразится на облике Петрозаводска и какова будет реакция горожан, покажет время. Данил Чененов, Александр Борисов, САМПО ТВ 360.